Встреча с гвардейским, дважды орненоносным танковым полку, который выступил инициатором социалистического соревнования в честь 70-й годовщины Великого Октября. Командир части, полковник Григораш. Отличник боевой политической подготовки, старший сержант Пальчик и другие выступавшие призвали весь личный состав сухопутных войск поддержать этот патриотический почин. У гвардейского полка богатая история. В комнате боевой славы собраны фотографии, документы, карты, рассказывающие о действиях части на фронтах Великой Отечественной войны. Служить в таком полку большая честь. Молодые танкисты настойчиво обладевают воинским мастерством. Действуя в сложных условиях, хороших результатов добился экипаж в составе командира танка старшего сержанта Пальчика, механика водителя рядового Виктора Отрещенко и наводчика, ефрейтора Евгения Рязана. Находясь в первых рядах участников социалистического соревнования, они служат примером для воинов порта. Старшего сержанта Пальчика нелетко можно встретить в библиотеке. Широк круг его интересов. Это и военная литература, и произведения классиков, сочинения современных писателей. А этот день навсегда запомнится комсомольцу Пальчику. В этот день он, отличник боевой и политической подготовки, специалист первого класса, был единогласно принят кандидатом в члены коммунистической партии Советского Союза. Добившись высоких показателей в социалистическом соревновании, с хорошим настроением и радостными чувствами встречали Новый год танкисты гвардейского полка. И вот вступил уже в свои права год 70-летия Октябрьской революции. Социалистическое соревнование успешно продолжается. Сибирская земля. Огромная часть нашей страны. Здесь проходит служба у гвардейцы одного из подразделений противовоздушной обороны. Гвардейцы подразделения на боевое дежурство В охране воздушных пробежей Союза Советских Социалистических Республик заступить! Четко, размеренно проходит жизнь подразделения воинов-ракетчиков. Здесь служат молодые солдаты многих национальностей. Всех их объединила и сдружила воинская служба. За успехи в боевой и политической подготовке ракетная часть занесена в книгу почёта военного совета войск ПВО. Бойска ПВО. Бойска постоянной боевой готовности. Тревога. Счёт идёт на секунды. Успех решает быстрота и точность всех операций по поведению ракет в боевую готовность. Командир дивизиона капитан Изюминка ставит задачу операторам стартового расчёта. 25, перейдёт 280, право 28, снимали 10. Есть цель. Грозное ракетное оружие в надёжных руках специалистов высокого класса. Звучит чёткая команда. Боевому расчёту покинуть пусковую площадку. Ракета в автоматическом режиме. Дежурство продолжается. Ракеты на старте. Небо Родины под надёжной защитой. Георгий Константинович Жуков. Выдающийся полководец. Маршал Советского Союза. На вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения четырежды героя Советского Союза Жукова, в Центральный дом Советской Армии пришли видные военачальники, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности столицы, родственники и друзья Георгия Константиновича. Перед собравшимися выступил заместитель министра обороны СССР генерал армии Третьяк. Отмечая в эти дни 40-летие начала победного наступления советских войск под Москвой, мы воздаём должное прославленному полководцу Георгию Константиновичу Жукову. Георгий Константинович человек удивительный и вместе с тем типичный для нашей Родины судьбы. Истоки судьбы маршала на древней Калужской земле. Здесь, в деревне Стрелковки, он родился в бедной крестьянской семье. Переломным в жизни Жукова стал Великий Октябрь. Доброволец Красной Армии, участник Гражданской войны, член партии с 19-го года, Жуков прошёл путь от солдата до маршала. Со всей силой его полководческий талант проявился в годы Великой Отечественной войны. В Грозном 41-м, под командованием Жукова, войска Западного фронта измотали, обескровили наступавшие на Москву гитлеровские армии и, перейдя в контрнаступление, нанесли противнику сокрушающий удар. Москва быстро его. Это была первая победа советских вооружённых сил стратегического масштаба, имевшая огромные военно-политические значения. В битве под Москвой ярко проявился стиль руководства войсками фронта Георгия Константиновича Жукова. Но впереди ещё были тяжелейшие дни войны. Коммунистическая партия и Верховное командование направляли Жукова на самые ответственные участки Советско-германского фронта. Жуков был одним из творцов многих планов разгрома армии фашистского рейха. Дороги солдата. Пожалуй, не было такого фронта, на котором не побывал бы маршал в годы войны. Сам прошедший солдатскую службу, Жуков, как никто другой, понимал, что лишь с кровью и потом солдата приходит победа. Весенним майским днём 45-го пришёл маршал-солдат Жуков в поверженный Берлин. Как представителю Верховного главнокомандования ему было поручено принять безоговорочную капитуляцию фашистской Германии. Многих талантливых полководцев выросла партия. Одним из наиболее выдающихся среди них был, несомненно, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Как-то говоря о себе, Жуков сказал, «Моя судьба – лишь маленький пример в общей судьбе советского народа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова